итак зрители канала добрый день сегодня мы опять посмотрим небольшой повторчик одного из офицеров моего полка он летал на п-47 м премиум thunderbolt как и вы я буду опять же смотреть это впервые если там что-то интересное или нет будем узнавать вместе в чем сложности конечно съемки даже с повтора но еще для меня я не знаю какую камеру лучше поставить то ли свободную и самому докручивать камеру чтобы было хорошо видно либо оставить камеру от лица пилота но тогда не видно того что происходит по сторонам давай попробуем все-таки от пилота понаблюдать запряменный thunderbolt конечно климбит вообще жестко так сейчас я тоже подускорю процесс чтобы мы сразу перешли к экшену не будем затягивать время как говорят не употребляю начинающие пилоты вот климпишь климпишь ты пять минут потом встречаешь какого-нибудь и первого же противника и уходишь в ангар пять минут и мы пропустили пошли первые противники танкисты пытаются пересаживать смыто там часто говорят эту фразу опять же подметить то что этот болт заклимпил уже больше 7000 немцы попасть где-то на пяти шести километров болты реально до всех переклимпить не немцы никто не может что-то противопасать по климпингу из одноматронных стрельбизиты ну понеслись в атаку наконец-то что там фоккеволь он его напугал тот наверное штаны наложил браунинги браунинги есть есть но размена скорости и энергии у него тоже так смотрю очень хороший в принципе сколько он набрал скорость и даже с климпом он ну с небольшим климпом он ее практически не растерял такие моменты прям очевидно что этот болт легче и сохраняет лучше скорость и динамика лучше ну ну куда ж ты стреляешь на дешевую ближе к цели наверное зажать там присыпи статс это была небольшая нет по тот же самый да хоть и вы я учета поднику не запомнил 1 опять он напугал что-то тут столько этих акашных моделей и уже маленько запутал кого он стреляв но ну вот средняя скорость у него примерно в районе 5 стата держится так или иначе конечно такой скорости сбежать с целями можно довольно таки быстрый и эффективно лобовая весь кожух черный двигатель целый повезло осталась парочка 395 что он делает а у него часть кровашки нет понятно нет я думаю что там какую-то бочку крутит теряет скорость когда за ним болт идет я так понимаю на этом бой закончен противников больше не осталось в принципе что и ожидаемо вот премиум самолета да он лучше других он быстрее других и тем более это тандерболт те кто на них летает те знают что такое тандерболт ну и конечно не умоляем пилотажных навыков игоря иактиватора а вот последний остался еще один как появился так и закончил свое существование на радаре что шесть фрагов в принципе были довольно быстро и довольно эффективно выполнены здесь все таки есть на что посмотреть что оцените в плане тактических пилотажных действий все таки болт достаточно тяжелый так или иначе самолет на нем сделать шесть фрагов это тоже нужно суметь и конечно противник ничего не мог противопоставить скоростной атаки сверху большинство противников ничего не может противопоставить но тем не менее уметь это делать тоже надо на этом повтор закончен ну и запись тоже спасибо за внимание надеюсь кому то было будет это интересно посмотреть особенно любителям тандерболтов выяснили что выяснили Продолжение следует...